Верми, он из Волгограда, профессионалами этих замечательных людей сделал в Санкт-Петербург, живут в Чикаго. Встречайте, великолепные чемпионы мира по фигурному катанию, двукратные чемпионы мира. Татьяна Татьяна, Татьяна Алина, Максим Маринин, здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, давайте познакомимся поближе. Вы не против? Нет. А вы Таня? Смотря на сколько. А насколько вы хотели познакомиться так вот применительно к тому, что смотрит вся страна? То есть вы открыты для такого серьезного разговора обо всем? Ну не совсем обо всем, потому что есть часть личной жизни, которую я бы не хотела открывать. Тогда давайте о табу. О чем вы не общаетесь с журналистами? О личной жизни. Что происходит в Нильда? В Нильда так интересно. Всем же хочется знать, как вы живете. Какой у вас дом? Любимый мужчина? Я любим. А вы тоже закрыты как партнерша? Ну, в принципе, личная жизнь, как бы я считаю, это та область, где... Это как твой тыл. То есть мы ведем достаточно публичную жизнь. И, конечно, людям интересно, что происходит в Нильда. И еще как? Взять как Нильда. Это, наверное, это интересует, в принципе, людей намного больше, чем то, что мы делаем на льду. Вот. Но это то место, где... Если ты где-то терпишь поражение, это твое, как бы, вот место, где ты отдыхаешь. Где ты можешь поправить, так сказать, перья почистить и снова идти в бой. Вы знаете, мне кажется, что вы такая самая, пожалуй, может быть, засекреченная пара в отечественном фигурном катании. Вы прославленный спортсмен, а мы так мало о вас знаем. Что для вас раскрутка? Ну, раскрутка в нашем виде спорта, да и вообще в жизни, в бизнесе, это очень важная часть того, что ты делаешь. Но, к сожалению, нас всерьез не воспринимали очень долго. То есть мы были, так скажем, темными лошадками в сборной. Вы очень погрустнели, Таня, когда сейчас об этом говорите. Ну, конечно. Сейчас уже все хорошо, смотрите. Вот, и поэтому я думаю, что последние события, скажем так, не очень приятные и печальные, помогли нам больше появляться на телеэкранах, больше у нас стали брать интервью. Вы имеете в виду падение ваше пресловутой на скейт-америке? В октябре, да. Но, если это помогло, то я думаю, что, не знаю. Здесь просто сыграло, видимо, обычный человеческий психологический фактор, а ничего не притягивает так внимания окружающих, чем несчастье как бы ближнего. Мне кажется, должно быть до смерти обидно, потому что ты показываешь мастерство на весь мир. Тобой восхищаются. Но все-таки это определенная часть людей, а потом, когда, извините, головой о лед, и получается, что ты вдруг звезда практически. Тебя берут интервью средством массовой информации. Мне кажется, безумно обидно. Ну, в общем, было обидно, конечно. Когда мы выиграли первый чемпионат мира, в принципе, мы были абсолютно неинтересны ни телевидению, ни прессе. А когда я приземлилась на голову, у нас на следующее утро было 11 телевизионных интервью. Тогда давайте вспомним, как вы, собственно, познакомились. Нас, скажем так, познакомили, потому что мне было 14 лет, и я так предполагала, что я приехала на свои последние соревнования. Да что, заканчивать собирали, что ли? В этой виде спорта, да, абсолютно. И я каталась в пельме, скажем так, перспективы особой не было. А на последних моих соревнованиях наш предыдущий тренер в парнем катания Наталья Павлова увидела меня и предложила попробовать в парень. И я подумала, ну, попробую. Мы всем ваше впечатление. Девушка понравилась, давайте с этого начнем. Ну, честно говоря, то, как Таня выглядит сейчас, и когда ей было 14, это две большие разницы. Когда я впервые ее увидела, я так, ой, кто это? Но после первой тренировки Максим, я помню, мне сказал, я думаю, что у нас все получится. Судьба Тани Татьмяниной в руках ее мамы. Так 10 лет назад шептались в коридорах Дворца спорта юбилейной, что в Петербурге. Действительно, если бы не решительность Натальи Алексеевны, будущая двукратная чемпионка мира в парном катании, закончила бы спортивную карьеру в 14 лет. Татьмянины жили тогда в Перми. Таня выступала как одиночница, и, по мнению местных специалистов, свой потенциал в этом виде фигурного катания исчерпала. Когда известный петербургский специалист Наталья Павлова предложила Татьяне встать в пару и переехать в Северную столицу, мама тут же сказала, едем. Хотя знала, что выжить в чужом городе будет непросто. Тане было тяжело, и мне было тяжело, потому что не было ни прописки, ни на работу, только мне устроиться было. Жить было негде, а часто и не на что. При тирке к партнеру и новому виду фигурного катания давались 14-летней Тане с трудом. Помогала мама, ее надежное плечо и мудрый совет. После первых сборов она сразу хотела уехать домой. Мы с ней пояснили все, решили, что будем терпеть. У партнера Тани, волгоградца Максима Маринина, ситуация была та же. Бытовая неустроенность и огромное желание добиться успеха. Наталья Алексеевна помогала и ему, словом и делом. И Максим попросил ее стать крестной матерью. Последние два года перед переездом в Америку все вместе поселились в одной квартире. И дешевле, и удобнее. Так что отъезд ребят за океан к тренеру Олегу Васильеву в Чикаго стал для матери большим потрясением. Для меня был это шок, если честно. Представляете, два года мы были все вместе, и вдруг никого. Я немножко отходить только сейчас стала. Взрослая дочь все так же близка с матерью. Не было и дня, чтобы Таня не позвонила домой. Правда, теперь все чаще именно она, как когда-то мама, и утешает, и принимает решения. Вот какой разговор состоялся у Татьмяниных сразу же после ужасного падения фигуристки на турнире «Скейт Америка» в октябре 2004 года. Когда привезли ее в госпиталь, она в сознании уже была, Олег дал ей трубочку. Я ей сказала, что я еду к тебе. Но у меня не было швизы еще. И виза закончилась. Она говорит, а ты что, мне чем-то поможешь? Она меня успокаивала, не я ее. В петербургской квартире, где сейчас живет Наталья Алексеевна, хранятся все награды, завоеванные двукратными чемпионами мира Татьяной Татьмяниной и Максимом Марининым. На вопрос, хотела ли она видеть свою дочь чемпионкой, когда в 4 года привела ее на каток в Перми, Наталья Татьмянина ответила. Нет, Татьяна, наверное, сама себя хотела видеть. Всегда вставала и говорила, чемпионка мира Татьяна Татьяна Советский Союз. Татьяна Татьяна Татьяна. Татьяна Татьяна Татьяна. Таня, а вас способен удивить этот человек на льду? Что такое, отдай-ка я что-то сделаю. И ты такой, господи, боже мой, талантище. Да он меня каждый день удивляет. Своим талантом. Поподробнее, пожалуйста. Когда последний раз тогда уже, давайте так, на чистоту? Ну, наверное, вчера на тренировке Когда, например Ну, это, конечно, наши тонкости Но если ему говорят, например, Максим, сделай на элементе то-то А он говорит, а я не могу, потому что Таня сделала подход не так Вот Он меня каждый день этим удивляет Что все беды у него только из-за меня Это же невежливо, Максим Я признаю просто постоянно свою неправоту А почему тогда не поссоритесь? Зачем? Легче-то от этого не будет Мы уже нассорились в свое время В детские годы Да, очень памятно Очень в памяти так остался первый сбор В городе Самаре в 96-м году Где мы разучивали вот Тодосы различные И, ну, Таня, как бы она из одиночного катания пришла Я так немножко уже катался в паре Вот, у меня какой-то опыт был Вот, ну, и ручки у нее были такие тоненькие, слабенькие Ты же дошли, ты намекаете, ты, собственно И когда мы делали Тодос Для того, чтобы она просто не вылетела у меня из руки В другой конец катка А я, как бы, посильнее сжимал ее руку Вот, на что Таня, как бы, реагировала Таким образом, что она думала, что это я делаю специально Причиняю ей боль Вот И в связи с этим Отвечала мне тем же Царапала мои руки То есть, в принципе, у нас был какой Я пыталась удержаться Объявление, опубликованное в Волгоградской газете четверть века назад Определило судьбу старшего сына в семье Марии Мне попалась газета с приглашением детей четырех лет В группу абонементную по фигурному катанию Вот, в то время Максим, значит, как всегда Говорят, что спортсмены в детстве болеют простудными заболеваниями Но мы с этой целью, с целью отравления Решили отдать его в эту группу фигурного катания Татьяна Алексеевна, как и все женское население Советского Союза Обожала смотреть фигурное катание А Виктор Яковлевич увлекся им вместе с сыном И строго контролировал выполнение домашних заданий Уже там были какие-то сожаления Да хватит его мучиться Нет, там 50 пистолетиков, шпагаты И упорно мы с ним занимались дома Тренировался фигурист Маринин в секции Михаила Маковеева Здесь же, кстати, начинал Евгений Плющенко Когда каток в Волгограде решили закрыть Именно Маковеев настоял, чтобы оба его ученика Переехали в Питер Я видел его последнего тренера Михаила Александровича Маковеева Он меня убедил И отдал его в школу Олимпийского резерва Ну, конечно, бояльна была, сомнения были Но рискнули С мая 1993 года родители видят своего Макса Большей части лишь по телевизору И в моменты триумфов, и в трагическом экзамене Я увидел эпизод, когда он подошел, подъехал Наклонился, руку положил И я вижу, что он даже сам не знает, что делать И бледный вид его Я думаю, ну, Максим, держись, крепись Потому что это такой удар Вынести не любой человек может При редких встречах с родителями Максим просит не говорить с ним о фигурном катании Потому что для него это тяжелый труд А с близкими людьми всегда найдется, о чем поговорить И по ним работа Ну, а сейчас Татьяна Татьяна и Максим Маринин продолжат В этой самой студии Вместе со мной уж, извините Подготовку к новому олимпийскому сезону Для начала хочу вас спросить, ребят Скажите, вот, так сказать, фигурное катание втроем Это абсурд? Я мог каким-то образом поучаствовать в процессе Принятенно к поддержке Или к какому-то легкому элементу? Ну, я думаю, третьим обычно вы Выступает тренер Поэтому обычно он дает указания И говорит, куда поднять ногу Куда поднять руку Поэтому мы вам отведем в самую простую роль Тогда я как тренер прошу вас Удивите чем-нибудь меня и уважаемых телезрителей Мы сделаем простую поддержку Она называется стульчик Можно простой удивить? Простой? Ну, простой сейчас сегодня не удивишь, но... Ну, что-нибудь такое, от чего бы мы все пришли И полный восторг включает тренер Ай, ну, постарайтесь Ой, какая красота Легко держать одной рукой? А вы попробуйте Нет, я, конечно, могу попробовать, но это национальное достояние страны А что можно попробовать? Я уже пробовал один раз, мне понравилось Что можно сделать? Вот так вот, научите, пожалуйста, мне, Максим, примите Только очень, очень аккуратно я попытаюсь Можно? Легкую, легкую поддержку Легкую поддержку Ну, как-нибудь вот что-нибудь Ну, вот что-нибудь За что брать-то, господи? Ну, вот здесь вот Вот здесь? Ну, тогда еще лет понимать А-а-а! Ой, класс! И вот так вот я сделаю Хорошо, ну, у меня как обычно ничего не получилось Так, тогда давайте Самый простой прыжок фигуром катания тулуп, нет? Нет, перекидной Перекидной как прыгается? С левой ноги бегаешь Покажите, пожалуйста Прыгиваешь направо Главное приземлиться на одну ногу Я не понял, ничего Покажите, партнер, будьте, пожалуйста Ну, в самом деле не аду, что они прыгают Так, я ничего не понял Ну, попробуй, допустим, плечка Ура! Неплохо, неплохо Так, посложнее что-нибудь Исполните, пожалуйста Наверное, четверной прыжок Таня вот схематически покажет четверную тулуп Я его, правда, никогда не делала Но я постараюсь На тренировках? Теоретически Вот один оборот Еще один Еще один Можно сделать недокрут, но можно докрутить Селочек Главное, но зато вот Главное приземление выезд Презентация Сейчас на минуту-другую прервемся Ненавязчиво И далее продолжим нашу программу Это сборная России Татьяна Татьмянина И Максим Маринин Двукратные чемпионы мира в парном катании Наши сегодняшние гости Почему принятые к Олимпийским играм Говорят, что так важна короткая программа Вроде как Хорошо откатал уже полпобеды практически Ну, я думаю, что это было раньше Когда была использована старая судейская система А на данный момент Короткой как-то можешь выиграть Так и проиграть Потому что В принципе На сегодняшний день У нас все Заключается в баллах Как, скажем У спортивной гимнастики А раньше Если ты действительно занял первое место То По короткой программе То намного лучше Легче уже бороться в произвольной Но ваша короткая программа Которая была показана в Москве Потрясла всех И одна из лучших коротких программ На всем чемпионате А вы, кстати, с этим согласны? Не поскромничаем Вот показывает Вас, собственно Господа, ответите на вопрос, пожалуйста Хорошая короткая программа у вас была в Москве? Я думаю, что это было действительно Был действительно один из лучших прокатов Вообще в нашей спортивной карьере Именно короткой программы То есть было все И элементы И костюмы И образ И Все доведено, я не знаю Наверное, до максимума До 100% И из-за этого Специалисты Тоже оценили Наше катание А вот вы сейчас Я заметил Так на себя любимых Смотрите И в экран В пилис практически Что не часто смотрите Как-то у нас так Гости вообще не очень любят За собой наблюдать На самом деле Я вообще не люблю себя смотреть Потому что Начинаю нервничать Естественно Находить Искать недостатки Кучу ошибок Да Нет, но мы же уже Приняли сведения Что это Практически безгрешная программа Но Впились мы, наверное Из-за того Что это Была очень дорогая нам победа Во-первых Это было после травмы Когда никто не верил Что мы вернемся вообще на лед И, конечно же Доказать самим себе Что мы вернулись И стали снова первыми Это победа Секреты, конечно Выдавать Может быть Последнее дело А музыка Какая в этом году будет На короткой программе? А в этом году Это уже не секрет На короткую программу Взяли музыку Сверидова Называется Она «Метель» А на произвольную программу Мы выбрали Музыку Ромео и Джульетта А выбирал-то кто, кстати? Что? Ну, в принципе Подборы музыки У нас и идей Как бы в последнее время Занимается Олег Васильев Потому что С самого начала Где-то Как только мы начали С ним работать Все его идеи Как бы так Попадали в цель Поэтому Он Теоретически Все это Дело продумывает Но вы произнесли Магическое слово Шекспир А это значит Что сейчас Ну, это не совсем Шекспир Нет, я понимаю Я имею в виду Привиток произвольный Я уже просто Немножко меняю тему Вы, наверное, не знаете В Америке живете? Это украшение Это украшение Строптивой Пожалуйста Ознакомьтесь Пока с текстом Я надеюсь Что вы Вместе со мной Сыграете эту сценку И у нас все получится Тем более Что с Шекспиром Как раз Фигуристы Из сборной России Справлялись Блестяще Кто это проникает В темноте Мои мечты заветные Не смею назвать себя По имени Оно Благодаря тебе Мне ненавистно Когда Когда бы оно Попалось мне в письме Я бы разорвал Бумагу с ним На клочья Десятка слов Не сказано у нас А как уже знаком Мне этот голос Ты не Ромео Не Монтеки Ты Не тот Не этот Имена запретны Как ты сюда Пробрался Для чего Ограда высока И неприступна Тебе здесь Невинуемая Смерть Когда бы тебя Зашли мои родные Меня Перенесла сюда Любовь Ее Не останавливают Стены В нужде Она решается Я гамлет Я датчанин Принц Успокойтесь Нет Покажи мне Что готов ты сделать Рыдать Терзаться Бояться Голодать Напиться уксусу Сесть крокодила Иди ты к черту Гамлет Фигурист Сердечно Втор Я буду Честно Биться Братской Сватке Лаэрт Возьми Рапиру Нет Это тяжело Нельзя ли мне Другую Что быть Судьей Грехов Пусть он Закон Бывел Вся Грешен Смертный Царь А грех Его Престол Итак Фигуристы Санкт-Петербурга И Шекспир Это практически Близнецы-братья Мы продолжаем Славную традицию Шекспировских чтений У нас сегодня Театральный кружок Татьяна Татьмяина Максим Маринин Укращение Строптивой Представьте Что это Падуя Процесс Перевоспитания Строптивой Катарина Вообще Строптива Мне кажется Все-таки Так вот Я за полчаса Нашей программы Понял Что что-то есть Побирать Мы не зря Да Это вообще О нас Просто Письмо-налог Да Итак Петруччо Катарина Я Гортензио Четвертый акт Сцена пятая Поехали Скорей 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 Едем к тестью Вот дьявол Как сияет Ярко солнце Какое солнце На небе луна А я сказал Что солнце Ярко светит Это не луна Или я ослепла Клянусь Я сыном матери Родной Короче говоря Самим собою Светить не будет то Что я назвал Сказал я солнце Значит будет солнце Эй Поворачивайте лошадей Все спорит Спорит Только бы ей спорить Не спорьте с ним А то мы не доедем Хорошо Поедем Раз уж мы в пути Но пусть луна Пусть солнце Что хотите А назовете свечкой Клянусь Что это тем же будет для меня А я говорю Что солнце Да Конечно Нет Это волшебница луна Ты лжешь Луна Конечно же Царица ночи А скажете Что солнце Будет солнце Подобного изменчивой луне Но как бы ни назвали Так и есть И так всегда Для Катарины будет Ты выиграл сражение Петручев Вперед Вперед Катиться должен шар По склону вниз А не сбираться в горы Но тише Кто-то к нам сюда идет Максима Мне кажется Что Татьяна Волновалась Гораздо больше Чем вы Мне кажется Какие-то ассоциации Пошли Нет Нет Ассоциаций Не было Просто Давно не выступала В театральном кружке Ну ничего Не пропало Артистический талант Ну как впечатление От чего Прекрасно От Шекспира От Шекспира Как-то загрустнулась Скажите Вот Любовь В известном смысле Вы В известном смысле Любите друг друга Писанно Обожаю Мне кажется Вы смеетесь больше До мной причем сейчас Ну я думаю Что если мы столько Столько лет Уже вместе Катаемся То Конечно Не обходится Без этого Всякое Всякое бывает Ну Мы Разные Разные Как бы люди Вот И со временем Крагольные камни Потихонечку стираются И Я думаю Что В какой-то степени Любовь помогает Стереть эти Углы Так помогает На самом деле Это очень хороший Жизненный урок То есть Мы в достаточно Юном Возрасте Начали общаться Между собой Это как Я не знаю Уроки в школе Знаете Для взрослой жизни То есть Как ты будешь В дальнейшем Общаться Со своим Будущим мужем Или С женой А в данном Случае Просто Тяжело Все время Находиться Вместе И Уметь Уступать Друг Другу И Я думаю Что по жизни Это очень полезно А вот интересно Когда вы Закончите Выступать Когда У вас будут Разные Семьи Вы будете Общаться Я надеюсь Я тоже Надеюсь Что не потеряем Не разойдемся Как в море кораблей Спасибо большое Что вы к нам пришли Я не буду Чего спрашивать Про олимпиаду Далеко до олимпиады Просто пожелаю вам Удачи От Здоровья Лица Здоровья Здоровья Самое главное Здоровья Татьяна Татьмянина Максим Маринин Двукратные Чемпионы мира В парном катании Были сегодня Гостями Программы Сборной России Удачи До встречи Через неделю